всем привет с вами снова трибунал и сегодня мы рассмотрим сотый уровень что нам добавили нового на сотом уровне и начнем самого простого это новые баджики для за данжи то есть пве и pvp соответственно новая очистка до ничем не сильно крутая но в принципе ее добавили с новой очисткой новых каких-то покупных айтемов кроме очистки не добавили то есть они остаются прежние вот те которые 4 внизу цена поднялась по сравнению с предыдущей на 600 ну то есть на полтора раза не на 600 а в полтора раза в сравнении с предыдущей так как будет у нас три месяца до 110 левела поэтому немножко подняли стоимость также добавили за пвп шпные айтемы шмотеем на на облик оружия который дает 600 очарования обрик шмот который дает 1150 очарований также добавили как бы это аватарочку до свирепый маленький монстр плюс 8 кон и добавили два титула плюс 10 проницательности и плюс 6 ловкости принципе хорошо потому что здесь например титул давал всего лишь азе плюс 1200 и он был типа никчемный здесь тоже у нас было маг атака физ атака плюс 10 здесь уже получше но и стоимость конечно немножко повыше в принципе так дальше что нам еще добавили добавили новые пояса на будут пояса и браслеты вот они принципе и были на сейчас сайт вы уже на них перекинулись я еще пока не открывал вот смотрим дальше добавили данжик новый данжик несложный принципе я сегодня запишу думаю видео по харде единственное что со славой будут соль на проблемы очень большие проблемы да вот этот вот данжик посмотрим награды за славу принципе титулы здесь получше чем в апокалипсисе наградки но тем не менее я пробовал пройти пятерку но я даже не прошел первого босса в принципе сложновато на самом-то деле очень сильно я не знаю нужно будет смотреть я видел как ребята втроем прошли багом но как бы хотелось поменьше багов побольше как бы игры но посмотрим возможно где-то тоже за сниму видео с прохождением славы 5 но на данный момент я ее не осиливаю я думаю что первое что мне будет это харда 5 я вам скину видео и но это будет со временем думаю что сегодня запишу там завтра они примерно где-то будет это видео так что еще интересного добавили добавили нам наборы новые да вот значит на данный момент есть новые наборы сотые тетива валькирии значит смотрим теперь наборы дают изначально 160 стата то есть раньше давали 80 сейчас 160 при двух шмотках дают плюс 400 до дальше можно кстати смотреть вот валькирия вероятность попадения плюс 3 то есть они в принципе те же самые но немножко побольше дают стат чуть больше чем полтора раза почти в два раза больше 100 дают именно эффекта да то есть вероятность попадения плюс 5 ну в принципе базовый урон при я не буду повторять я думаю что вы если хотите вы прочитаете вот это новый сотый тетива валькирии он выглядит вот так вот я пробовал ради интереса поставить тетиву валькирию новую и старую и работали оба так у меня уже есть две с новых тетивы и работали оба и это немножко раскрывает потенциал для скажем так для стаков наборов и очень даже интересных стаков примеру можно вот замысла фенрира который дает щит поглощает 615 тысяч урона а также повысит маг защиту на 12 иди а вот смотрите здесь 2 маг защита здесь поглощала нет здесь просто щит был действует 10 секунд в принципе можете замыслы волка активировать со щитом и можете за замыслы фенрира активируя со щитом и вас будет прокать несколько щитов одновременно одновременно ну как бы чаще прокать щиты и побольше будут прокать щиты это очень реально получается боговая тема если на стакать вот таких вот щитков вот что еще здесь есть возрождение зверя опять-таки читать я говорю не буду здесь лечение плюс 10 процентов опять-таки можно стакать и щит который 1 и 2 миллиона урона нормально во время запуска непобедимости луч один щит который поглощает ну тут вообще прямо возрождение зверя неплохой смот здесь тоже видя щит ну бафнули щиты щиты реально очень много дают здесь это старый уроборос я видите немножко что так вот старый уроборос 720 тысяч давала новый уроборос дает миллион двести пятьдесят тысяч но это принципе вот на вот так вот так они выглядят четыре этих сетика набора и пятый набор валькирии это который меняется то есть 45 он меняется в сила хранителем кроме наборов новых значит нам добавили прорыв драконов золотых значит вот видите 4 драконника дракона они теперь красные да но как их добыть я так понимаю что их именно дропнуть нельзя и есть вот такой вот если вы получили золотой вы нажимаете up то есть прорыв и дальше при использовании еще двух золотых вот нужно потратить два золотых вы можете на выбор взять один из красных то есть он немного улучшает то есть был плюс 20 процентов маг атаки можно взять либо на плюс 25 процентов маг атаки на 15 секунд и тем временем еще союзником на радиусе 3 метра увеличивается тоже маг атака на 8 процентов это как партийный баф дополнительно еще получится это реально ну такая мощная штука либо же вы можете уменьшить маг атаку то есть не то было 20 процентов шанс нанести урон цели окружающим врагам так да маг атака повышается на 15 процентов и наносится еще 211 тысяч единицу урона магии длится 10 10 секунд на вот здесь на 15 секунд 25 процентов но и принципе я бы лучше взял бы вот этот партийный баф при том что там сейчас риперы в мете и он еще дополнительно будет давать давать баф рипером если у вас есть они в команде это реально интересно а второй же так здесь вот при запуске черного скорпионов призывите 3 обсидиана чтобы закрепить атаку по цели ну в принципе не понял но и во время так есть шанс сковать максимум 5 врагов и 206 враги не застывают центре и замедляются ну то есть еще дополнительное замедление изначально он был что просто 206 тысяч а и замедляется на 20 процентов ну видите то есть принципе все золотые драконики сейчас имеют раздвоение дополнительно я думаю что мы отдельно рассмотрим эти все драконики потому что их реально очень много то есть золотой драконик имеет теперь прорыв красный и кто все каждый золотой имеет два две ветки прорыва это принципе очень круто если раньше я считал что нечего топить за золотыми дракониками можно принципе потихоньку их собирать и так с бесплатных то на данный момент походу есть смысл топить потому что кроме золотых еще нужно будет прорываться на красный и это реально очень круто они очень сильны так ну в принципе на сотки больше такого ничего особого не видел но шмотки я себе взял ну как взял выбил скажем так уже я прошел уже шинстан фиолетовые идут после то есть если у вас были оранжевые то лучше по статам идут только фиолетовые синие не прокатывает нужно минимум с золотого переходить золото с минимум с фиолет рыжего переходить на фиолетово но еще в этих новых шмотках есть еще и золотые то есть не только фиолетовые оранжевые но теперь еще есть и золотые шмотки и также есть еще и золотые статы золотые статы дают ну так примерно хорошо я вам скажу вот я даже видел где-то у ребят. Сейчас посмотрим в рейтинге. Личный рейтинг. Сейчас мы кого-то найдем. А, я знаю кого. Мы хэппи хазарда найдем. Я его увидел. Смотрите, вот золотая пушка, которая дается за фонд третий. Там можно купить его. Мегатака 470. Ну, так сравнить с моей 320. Его 470 плюс 1000. То есть, в принципе, понятно, что получше прирост, да? Вот. Так что статы получше. Добавили дополнительно золотые шмотки золотые статы в шмот. И это реально очень круто. Будем ловить. Есть над чем работать. И опять-таки, будем рассматривать еще, я же говорю, новые наборы. Новые драконики. В принципе, вроде как все объяснил. Все рассказал. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Если... А, забыл сказать. Да. Я еще буду снимать видео. Хочу поролить союзников. В принципе, напишите нас на какую сумму хотите, чтобы я поролил. У меня там немножко насобиралось. Вон, 30 тысяч камней у меня насобиралось. Вот. Сейчас союзники идут. Акция идет на союзников колледжа. Да. И я специально еще не... Даже первые 10 не бил, чтобы хочу на видео с вами ударить и посмотреть, что получится. Поэтому пишите в комментариях, на какую сумму вы не хотели бы увидеть, чтобы я набил союзников. Ну, и посмотрим, что с этого получится. Все. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok